Их связал спорт. Так можно смело сказать про Ольгу Иванову и Андреаса Саламидис. Тэквондисты из разных стран встретились в 2012-м на сборах в Израиле. Отношения развивались на расстоянии, так как каждый из них стремительно строил спортивную карьеру. Ольга стала первой россиянкой, завоевавшей титул чемпионки мира, а следом взяла еще несколько медалей на европейских турнирах. Но самое главное событие для нее случилось в 2018-м. Спустя 6 лет отношений Андреас переехал ради любимой из Афин в Челябинск. Ради сохранения наших отношений, ради создания семьи, и это очень большой жест и шаг. Я это очень ценю. И когда возникают какие-то сложности, мысль о том, что он сделал такой шаг ради меня, дает какие-то силы, чтобы справляться с ними. Молодая пара вспоминает, что в начале их отношений родственники с обеих сторон были против этого союза. Мама Оли, Ирина Васильевна, не верила в серьезность намерений молодого человека. Но Андреас доказал, что ради Ольги готов на многое, даже на разлуку со своими родными. Дедушка с бабушкой вначале были против. Почему? Потому что они дедушка с бабушкой и не хотели отпускать. Ну, старенькие люди и все такое. Но в конце они меня поддержали, и я познакомилась с Ольгой, и они сказали, очень классная девушка. В прошлом году пара сыграла свадьбу, и это торжество пришлось на начало пандемии. И если в некоторых семьях во время длительной самоизоляции отношения дали трещину, то наших героев время, проведенное вместе, только сплотило. Они наслаждались друг другом. И сейчас, по словам ребят, даже скучают по тому периоду. 24 на 7 домов в одной квартире. Ну, нам было хорошо, мы отдыхали. То, что мы долго были на расстоянии, мы компенсировали этим временем вот ту разлуку. И вот у нас получился такой баланс. Без ссор в этой семье, конечно, не обходится, но ребята не применяют свои спортивные навыки. И все вопросы решают мирным путем. Помогает хорошее чувство юмора Андреаса. Хотя была в их отношениях история серьезного разлада. Перед крупными соревнованиями пара сильно поругалась, но даже это им пошло на пользу. Настолько зла и вот как-то эмоционально, но у всех по-разному, но мне в тот момент это помогло. Я на этой злости выходила на бои. Не знаю, кому я что хотела показать в тот момент, но это было дополнительным стимулом мне драться именно вот на максимальных возможностях, которые у меня есть. В августе прошлого года в семье появился еще один спортсмен. Сейчас Константину 9 месяцев. Молодые родители намерены прививать ему любовь к спорту и обычаям двух стран. Кстати, малыша назвали в честь дедушки, папы Андреаса. Таковы их традиции. Самое главное быть всегда вместе. То есть мы стараемся на празднике собираться вместе с родными. То есть это не только я и Оля, это и моя мама, и ее мама. Также мы стараемся выезжать в Грецию почаще, также встречаться с родственниками. Ребята уже завершили спортивную карьеру, и каждый реализует себя в качестве тренера. Ольга воспитывает подрастающее поколение, а Андреас работает со сборной области. Сейчас у них появилось больше возможностей проводить время с семьей, чтобы наверстать упущенные годы разлуг. Алена Павлова, Кирилл Данько, УТВ.